что на этой неделе нам показала ленобласть сейчас посмотрим то что заслуживает внимание и расскажу подробности посреди белой ночи в лосево пьяный в стельку устроил непонятный салют из сайги предварив его крайне невнятной речью а после стрельбы уехал на ладе вскоре его настигли дпс ники скрутили нашли два карабина в салоне и провели юридический ликбез на тему статьи уголовного кодекса хулиганство самым странным дтп погиб 86-летний водитель на таллиннском шоссе у витино он развернулся через обочину и поехал как говорится против шерсти очевидно не понимая что нужно ему стречка вообще-то дальше за отбойником уже через небольшое время пенсионер на приоре влетел в лоб гранте нельзя просто так взять и бросить готовить шашлык даже если приближается водяной смерч ведь выходной лето и мясо уже почти готово ребята на берегу лимболовского озера тоже не испугались этого зрелищного атмосферного явления хотя в ленобласти бывали уже эти воронки валившие корабельные сосны на своем пути четвертый за день прыжок стал смертельным для экстремала вышедшего из самолета на четырех километровой высоте над южным берегом ладоги запутались стропы а время для безопасного применения запасного парашюта ушло на попытки распутывания основного парашютист был опытный выполнил больше трех сотен прыжков в главном госпитале росгвардии наградили медалью за отвагу кинолога анастасию старший сержант из соснового бора где она охраняла с получила тяжелое ранение при подрыве противопехотной мины в днр после реабилитации анастасия хочет служить дальше в марте ей вручили щенка бельгийской овчарки с кубе как собачка хорошо вот я сейчас поеду кормить заниматься если каждый день ежедневно занимаюсь на кинологическом городке спасибо товарищу полковник по шефе вам всегда этим встречу руководство были все моменты обсуждены запах и вещества и он уже прививая муринская табачная лавка не досчиталась вейпов после визита развязанного трио на видео двое засыпали девушку продавца вопросами а третий в это время оглядываясь прикарманил товар на почти четыре с половиной тысячи причем заходят в это заведение они регулярно на другом видео оттуда же торжество парительной антисанитарии ну а продавец потом салфеткой грустно трет эти пробники в день россии участники своего лейтенант дмитрий цицоха получил российский паспорт до этого он долго числился погибшим 22 году был убит потом воскрес благодаря администрации города всеволожска а до этого числился погибшим контракт всеволожец заключал в грозном а гражданство у него было белорусская весь всю жизнь живу случайно стал гражданином беларуси родители военные поэтому как бы часто переезжали мы беларусь оказался на момент вручения паспортов в беларуси потом обратно вернулись сюда как бы я он у меня долго был некогда было заниматься а потом и сло ушел просто и без разницы какой паспорт моя родина выборге напротив замка обрушился участок набережной 30 гвардейского корпуса она и раньше выглядела тревожно после обрушения наземную часть исследовала прокуратура а подводную специалисты с дронами секции ограды через несколько дней сняли они тоже могли отправиться на дно впереди очевидно много миллионный ремонт выходные 38 парусных яхт четырех классов вышли на историческую стомильную гонку финском заливе первая такая прошла в 1851 году старт и финиш у острова котлен и надо обогнуть остров нерва это совсем рядом с финской границей сто миль это по прямой а на самом деле куда больше при такой погоде у нас на яхте сальвейку шло больше суток а остров нерва это фактически скала просто птичий базар на берегу тоже не скучно в сосновом бару прошла мелюс гонка торжество неформальные велоинженерии когда колеса маленькие а фантазия безграничная говорят велик под названием период полураспада потерял педаль за 400 метров до финиша утиные истории в трендах ленобласти утят переводят через дорогу инспектор дпс в буграх через многополосную кольцевую дорогу там птенцов прикрывала девушка в красной юбке и в сосновом бару утят спасали из глубокого рва они возвращались спасительную ну как диктует инстинкт воду в общем снова их достали и отправили уже к большой воде